Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре у нас новая универсальная автомобильная камера с HD-сенсором модели AVS311CPR 150HDCCD. Давайте посмотрим на комплектацию. В комплектацию у нас входит провод для подключения камеры. Здесь у нас есть пиновый разъем для подключения непосредственно камеры. Далее у нас данный разъем разветвляется на черный и красный провод. Это плюс-минус, который у вас пойдет на лампу заднего хода при подключении этой камеры как к задней. И также есть видеопровод, который идет к монитору. И при необходимости, если у вас из монитора выходит активационный провод, здесь также есть активационный провод, который выходит из тюльпана. Далее у нас сама камера. Сама камера абсолютно универсальная благодаря проводкам, которые выходят из-под оплетки. Камера имеет универсальный кронштейн, благодаря которому вы можете установить ее на любой плоскости. По проводам. Белый провод у нас отвечает за разметку. Для того, чтобы отключить разметку на данной камере, необходимо сомкнуть белый провод. Для того, чтобы поменять зеркальное отображение данной камеры напрямую, необходимо соединить синий провод. Далее у нас в комплектацию также входит двухсторонний скотч и винты для установки камеры. Также есть небольшая инструкция по подключению и технические характеристики камеры. И гарантийная карта. Как я уже говорил, камера абсолютно универсальная. У данной камеры угол обзора 170 градусов. Углы абсолютно широкие. Вы можете в этом убедиться, посмотрев наш видеозахват. Также здесь установлен новый HD-сенсор с разрешением матрицы. Здесь 1280 на 720 пикселей. Что значительно улучшает качество изображения, как в дневное, так и в вечернее время. Вы также в этом можете убедиться, посмотрев наш видеозахват. Сейчас предлагаю подключить данную камеру к монитору и посмотреть на то, как включается-отключается разметка и на то, как меняется зеркальность. Итак, мы подключили нашу камеру к монитору. Данный мониторчик у нас имеет два тюльпана. Один из них можно активировать по активационному проводу. Второй тюльпан предназначен непосредственно для камеры заднего вида. По активационному проводу, соответственно, когда вы подаете плюс на камеру, включая задний ход, у нас включается камера. Как только плюс уходит с активационного провода, камера выключается. То же самое по тюльпану, который предназначен непосредственно для камеры. Как только у камеры появляется плюс, наша камера включается. Как только плюс уходит, камера выключается. Теперь для того, чтобы нам убрать разметку и поменять зеркальность, первое, что необходимо, это отключить камеру от питания. Итак, камера от питания отключена. Предлагаю сразу убрать и разметку. И после уже посмотреть, как задняя камера будет работать без разметки. Затем еще раз отключим его от питания и поменяем зеркальность. Также это, само собой, можно сделать сразу. Итак, мы белый провод соединили. Соответственно, если вы это делаете для автомобиля, необходимо это изолировать. И еще лучше, соответственно, проводочки спаять. Подключаем камеру к питанию. Активируем через активационный провод. Разметки у нас нет. Но камера сейчас зеркальная. Как видите, вот по моей руке, камера имеет зеркальное изображение. Еще раз отключаем камеру от питания. Без отключения питания у вас на камере настройки не изменятся. Теперь делаем скрутку синего провода. Данный провод у нас, как я уже говорил, отвечает за зеркальность. Включаем питание. Активируем. И теперь камера у нас имеет абсолютно прямое изображение. Мы посмотрели с вами видео, посвященное универсальной автомобильной камере модели AVS 311 CPR-150 HD CCD. Как мы убедились, камера абсолютно универсальна. Может быть установлена как заднего вида камера, так и переднего вида. У камеры очень широкий вертикальный и горизонтальный угол, в чем мы с вами сможем убедиться непосредственно, посмотрев видео захват с данной камеры. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, на которые мы обязательно ответим. Субтитры сделал DimaTorzok Диториал DimaTorzok Продолжение следует...